Десятиклассник Андрей вместе со своими одноклассниками и друзьями по школе посетил занятия по специальности микроскопист. Признаётся, будущую работу ещё не выбрал, однако после сегодняшней лекции заинтересовался данной профессией. И она действительно интересна, ведь микроскопия занимается зрительным исследованием различных мелких объектов при помощи микроскопа. Встреча, во-первых, с учёными, общение с ними. Это настоящие герои, я считаю, потому что они изучают наш мир, помогают нашей жизни и так далее. Ну и мир, который тоже существует, который мы, к сожалению, не видим, это просто интересно. Урок для ребят провёл Вадим Покровский, ведущий специалист сектора экзотических животных. О занятии микроскопией он мечтал самого раннего возраста. Во время урока Вадим рассказал о микроскопах, их видах, в каких специальностях их используют, о том, чем занимаются микроскописты. Кроме того, ребята смогли сами рассмотреть различные микроорганизмы через объектив микроскопа. Сегодня показываем ребятам, какие микроскопы бывают, может быть, заинтересуются, и кто-нибудь когда-нибудь станет работать, а также в лаборатории. Когда показываешь вот эти живые объекты, они не просто на картинке, они шевелятся, они бегают, живут своей жизнью. Мало кто с ними встречается вот так вот с глазу на глаз ежедневно, поэтому, конечно, такой вау-эффект наблюдается. А вот специалисты-экологи познакомили ребят с микроскопическими обитателями планктона на лабораторном мастер-классе. Наверняка многие из этих ребят не догадывались, что, купаясь в море, они сталкиваются с ними, плавают рядом бок о бок. В ходе урока школьники также смогли разглядеть их представителей под микроскопом. Любовь глизнуться, признается, задумывала подобную лекцию для детей уже давно. У меня родилась такая идея, почему бы не показать это все многообразие планктона, все чудо этого планктона показать детям. Вот, и океанариум предоставил такую возможность, потому что здесь есть учебные лаборатории, и, как оказалось, это востребовано, это интересно людям. И если ребята постарше с увлечением открывали новые знания в микромире, то школьников помладше ждали экскурсии по океанариуму. Так, например, маленькие участники просветительской среды с восторгом наблюдали за моржом Мишей и играли с тюленем Айком. Порадовали школьников в этот день и другие представители морской фауны. Демонстрацию навыков морских млекопитающих устроили для ребят в дельфинарии. Дмитрий Беломеснов, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.